Депрессия 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 Продолжение следует... Среди других причин смертности. Опередив таким образом рак и оставив за собой заболевания сердца и сердечной системы. Что такое депрессия, стресс, неврозы? И что происходит с нашей психикой, когда у нас возникают страхи и тревоги? И главное, что может нас спасти? Об этом мы будем говорить со специалистом, психиатром Гванцей Давидовной. О ней же и репортаже Ланы Кокади. Гванца Мочевариани родилась и выросла в столице. Накончив 4-ю среднюю школу, в 2005 году поступила в Ростовский государственный медицинский университет на факультет лечебное дело. Прошла ординатуру на кафедре психиатрии и наркологии. По словам молодого психиатра, на выбор профессии повлияли дедушка и мама. Врачи. Любить профессию своих пациентов обязательно, считает молодой специалист. Ведь психиатрия изучает причины и сущность психических болезней. И здесь без глубокого анализа проблемы пациента не обойтись. Большой интерес у Гванцы вызвало познание разума человека. Ведь это, по ее словам, самое интересное в медицине. Учаясь на кафедре психиатрии под руководством Александра Бухановского, первого в Советском Союзе психиатра, занимавшегося криминалистикой, и она получила колоссальный опыт. Самые яркие впечатления в памяти остались от первого пациента. Это невероятное чувство удовлетворения от успешного лечения, отмечает врач-психиатр. Сейчас Гванца работает в психиатрической больнице и в наркологическом диспансере Сухума. Она признается, что семья поддерживает ее в любых начинаниях, что очень важно для молодого специалиста, так как работа со сложными пациентами дается нелегко. Девиз Гванцы-мочеваряне – быть честным перед самим собой. И любить все то, что делаешь. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, наша аудитория. Я напоминаю, что в нашей программе участвуют студенты медицинского колледжа. Гванца Давидовна, и первый вопрос. Что за заболевание депрессии? Депрессия в первую очередь – это болезнь настроения. В принципе, этим все сказано. У человека подавленное настроение, из-за того вытекает вся остальная симптоматика. Ему ничего не хочется, ничего не радует, нет интереса в жизни, нет стимула, нет никакого позитивного мышления. Это очень снижает качество жизни в первую очередь. Любой человек может быть подвержен депрессии? В принципе, любой, да. Да, но должна быть определенная слабость нервной системы все-таки для того, чтобы заболеть депрессией. Все-таки это заболевание или состояние какое-либо? Это именно заболевание. Заболевание, заключающееся в нарушении обмена серотонина в головном мозге. Я думаю, все слышали, что серотонин – это гормон радости, достаточно растераважированная информация. А почему у кого-то серотонин есть, а у кого-то нет? А почему у кого-то есть сахарный диабет, а у кого-то его нет? То есть это предсказать так невозможно? Есть определенные генетические тесты, которые определяют склонность, да, но все равно это не 100%. Это не 100%, наверное, информация. Существует ли какая-либо классификация депрессии? Это распространенное заболевание? Ну, конечно, конечно. Это распространенное заболевание и классифицируют ее как на эндогенные, на экзогенные, на реактивные, на соматогенные, то есть вызванные каким-то физическим заболеванием. В любом случае, когда человек долго болеет чем-либо, то это определенным образом влияет на настроение. Депрессия может возникнуть вследствие какого-то стрессового фактора. То есть что-то произошло в жизни человека тяжелое, но может и не возникнуть, кстати. Если нервная система достаточно устойчива, то возникает так называемая острая реакция на стресс, не депрессия. Она настолько не меняет качество жизни, как депрессия все-таки. А кто больше подвержен? Кто в группе риска? Чаще всего люди с высоким интеллектом, люди, которые работают в напряженной системе, с нарушениями режима труда и отдыха чаще всего. Ну, естественно, основной фактор это все-таки генетические. Если есть генетическая слабость, человек заболеет. Если нет генетической слабости, то какие бы сложные условия жизни не были, скорее всего, он не будет болеть этой болезнью. Какая клиническая картина? Какие симптомы при депрессии? В первую очередь это снижение настроения. Но тут существует такой момент, что депрессия бьет как бы по самому слабому месту. То есть тот органокомплекс, который наиболее слабый у человека, с этого и начинается болезнь. Кто-то начинает жаловаться на головные боли, кто-то начинает жаловаться на перебой в работе сердца, на артериальное давление, на нарушение сна, у кого-то повышается аппетит, у кого-то снижается и так далее. Но в первую очередь это, естественно, настроение. Настроение, желание чем-либо заниматься, физическая активность. Человек уже не такой бодрый, не такой энергичный, как раньше. Ну и третье основное – это определенная мыслительная заторможенность. Человеку как бы труднее становится соображать, запоминать информацию. Именно как бы идиаторный компонент страдает. Гванца, а чем отличается стресс от депрессии? Как не спутать, например, с теми же неврозами? Ну, стресс – это сам фактор, который может или не может вызвать депрессию. То есть стресс может быть психологическим, опять же, какая-то тяжелая ситуация в жизни, не дай бог гибель близкого человека и так далее. Или стрессом может явиться тяжелое соматическое заболевание, тоже стресс для организма. Стресс – это фактор, который может явиться стимулом для развития депрессии. А депрессия – это именно болезнь конкретно. Это разные вещи. Но болезнь лечится. Болезнь лечится, безусловно. Если это болезнь, то она лечится. Есть определенные химические вещества, которые регулируют обмен веществ в головном мозге, обмен этого самого серотонина, так называемые антидепрессанты. В случае, если человек не обратил на свое состояние здоровье внимания, и у него развилась депрессия, к чему может привести? Знаете, тут несколько вариантов. Вообще депрессия, по идее, она должна закончиться рано или поздно. Но вопрос в том, что никто не знает, когда она закончится. Либо через полгода, либо через 20 лет. А эти 20 лет – это уже потерянные годы. Человек живет никак, он просто существует. Это не есть хорошо, естественно. Другой вариант – депрессия с годами может утяжеляться. И это, не дай бог, может, конечно, привести к каким-то суицидальным попыткам, к антивитальным мыслям. То есть у человека вплоть до нежелания жить, вплоть до попыток покончить с собой. Это два выхода. Либо она заканчивается, либо развивается стремление к самоубийству. Самый, видимо, сложный этап – это когда уже человек не хочет жить, и у него есть склонности суицидальные. Как близким, родным обратить на это внимание? Наверное, человек сам не понимает, что… Ну, может, он неадекватен, не понимает, насколько его состояние опасное. На что надо обратить внимание близким? Куда им надо обратиться? Как себя вести? Я вот хотела сказать, что в состоянии депрессии человек не может быть неадекватным. Это немного другое понятие. Когда человеку плохо, он понимает, что ему плохо. Он просто не всегда знает, к кому обратиться и что делать в данной ситуации. Для родственников, знаете, никогда не бывает, чтобы человек покончил с собой и перед этим ничего не сказал, или как-то не повел себя не так, как обычно. Просто люди мало обращают на это внимание. Они обычно начинают или шутить на тему самоубийства, или начинают интересоваться методами, как это сделать, начинают улаживать вдруг свои дела, или мириться с врагами, или, наоборот, поведение становится таким неуправляемым, они становятся раздражительными, возбужденными и так далее. Но для родственников в любом случае необходимо внимание, внимательное, чувствительное отношение к своим близким. Им нужно прислушиваться к ним, безусловно, и ни в коем случае не опускать на самотек, если в какой-то момент человек высказал мнение, что мне не хочется жить, мне жить неинтересно. Или когда-нибудь вы успокойтесь, я, мол, оставлю вас в покое. Такое тоже может быть. Это все-таки очень важно. И здесь, конечно, необходимо в первую очередь обратиться к специалисту. Либо к психологу, либо к психиатру, что предпочтительнее в данном случае. Депрессия вообще склонна к хроническому течению, или все-таки это прогрессирующее заболевание, которое в короткие сроки приводит к осложнениям? Чаще всего, конечно, оно склонно к хроническому течению все-таки. То есть длительно может человек не замечать, что он в таком состоянии? Может длительно, да, не замечать человек этого состояния, потому что на первый план выходят какие-то другие изменения. То есть изменения настроения, опять же, я говорила, какие-то соматические недуги. То есть человек годами лечит свое больное сердце, или годами лечит бессонницу и так далее. Остеохондроз. Или остеохондроз, да, кстати, очень часто они к невропатологам обращаются лечить остеохондроз. Ну, как бы затягивается лечение, человек годами мучается вроде как, и не очень хорошо, и не очень плохо, и лучше не становится. Ну, это все приводит к хранификации болезней, к сожалению, и к фармакорезистентности, что очень важно. Потом сложно становится их курировать. А бывают такие случаи, особенно у подростков, когда они хотят нагазать своих родителей. Может, и нет депрессии, но они за что-то переживают, или чувствуют в какой-то момент себя одинокими. И как крик о помощи, что ли, как-то призвать своих родителей к каким-то действиям, они предпринимают шаги суицидальные, но в то же время они не хотят совершить суицид. Есть, как в таких случаях поступать родителям? Вообще, именно в подростковом суициде подавляющее большинство это демонстративный суицид. Очень редко это истинный суицид. У подростков здесь очень большая проблема в том, что они не видят целой картины жизни. Они видят, что вот именно здесь и сейчас плохо. И это единственный выход уйти из ситуации. Или, опять же, вот то, что вы сказали, наказать родителей. Но это всегда крик о помощи. Мне плохо, но я не знаю, как выразить, что мне плохо. Обратите на меня внимание. Чаще всего это именно так происходит. И больше всего подвержены таким ситуациям не очень благополучные семьи. Те семьи, где нет теплоты между родителями и детьми. То есть какая-то доля ответственности лежит на родителей? Я не могу сказать, что они полностью виноваты. Нет, конечно. Но доля ответственности на родителях, безусловно, лежит. Потому что нужно, опять же, общаться со своим ребенком. Нужно с ним разговаривать. Нужно чувствовать его переживания. Взрослые очень часто отмахиваются от переживаний подростков. Мол, ты еще ребенок, это все не важно. У тебя в жизни еще столько будет проблем. А сейчас это просто мелочи. Это на самом деле не так. Для подростков те проблемы, которые у них возникают, они носят глобальный характер. И это очень серьезно государственных каких-то проблем в их мировосприятии. Поэтому всегда нужно внимательно прислушиваться к детям. Но тонко выдержать ту грань, где понимание проблемы переходит в потакание капризом. Нужно понимать, что разница в этом все-таки есть. Какова роль алкоголя и наркотических средств в развитии депрессии? Очень большая, я бы сказала. Алкоголь и наркотические вещества – это психостимуляторы, так или иначе. В момент опьянения, в момент эйфории происходит чрезмерный выброс гормонов радости в организм. И этим, собственно говоря, вызывается картина опьянения. На следующее утро, скажем так, наступает истощение этих самых рецепторов. Нет у этих гормонов радости, они истощены, рецепторы, и человеку нет сил, нет возможности, настроение плохое, они раздражительные. Если часто появляются такие ситуации, то организм уже не успевает компенсировать свой гормональный фон, и может наступить на самом деле тяжелая депрессия. Либо часто очень бывает обратная связь. То есть возникла скрытая депрессия, человек не осознает, что у него депрессивное состояние. И для того, чтобы выйти из этого состояния, как бы лекарство заменяет либо алкоголем, либо наркотиками. Это с целью, санксиолитической, скажем так, целью, чтобы убрать тревогу и подавленность. У вас есть Абхазы пациенты? Да, конечно. Я почему спрашиваю? Потому что все знают, что в нашей среде стыдно об этом говорить вслух, и пытаются скрывать, и тем самым усугубляют заболевание. Вот как приходят к вам пациенты? И почему мы так боимся того, что об этом узнает общественность или наш сосед? Почему? Это постыдно, что ли, заболевание, если у человека стресс и депрессия? У нас все-таки традиционное общество, и мы достаточно строго соблюдаем определенные правила поведения, правила приличия, светские правила, которые приняты у нас в обществе. А наши болезни, они ведь влияют на личность человека. Их нельзя увидеть там по лицу, это не сыпь, это не хромота и так далее. Это внутреннее состояние, болезнь личности. Когда болеет личность, человек начинает совершать поступки, не совсем принятые в обществе. Он может быть вычурным, может быть не очень уважительным, может нагрубить, нахамить, выскоть что-то неадекватное, как-то неадекватно одеться и так далее. Но это не потому, что он стал таким негодяем, а потому что болезнь ему управляет. Это очень важно понимать. Именно поэтому и порицается. Никому не хочется, чтобы у него в семье был человек, который как-то постыдно себя ведет или неправильно себя ведет в обществе. Это считается стыдно. Я думаю, это первый момент. А второй в том, что это болезни, приводящие к беспомощному состоянию. Намного хуже, чем физическая беспомощность. Потому что в данной ситуации ты не доверяешь сам себе. У меня пациент очень умную мысль высказал. Он мне сказал, как я могу верить вашим словам, если я не могу поверить сам себе, если я не могу поверить моим глазам, если мой взгляд, мое мироощущение меня обманывает. Это очень хрупкое состояние, когда ты не можешь понять, где враг, где друг. Когда твой самый страшный кошмар становится явью. Это очень страшное состояние. Человеку не хочется об этом признаться. Он становится совершенно беспомощным. Он становится управляемым для окружающих. И еще третий фактор. Я думаю, что все-таки на социальный статус влияют наши болезни. Многие не могут из-за этого диагноза водить машину, не могут продвигаться по служебной лестнице, не могут охотиться. Наши люди очень многие увлекаются охотой. Им нельзя ружье носить. Именно в социуме нужно работать, чтобы таких людей им помогали адаптироваться снова к обществу. Это очень важно в лечении. Мы как раз и подошли к вопросу о лечении. Какие методы лечения депрессии и стресса? Методы лечения как медикаментозные, так и психотерапевтические. Здесь вообще для того, чтобы результат был хороший, необходимо комплексное лечение, комплексный подход. Это была и беседа, и решение каких-то психологических проблем, проблем семейных, проблем на работе, в обществе и так далее. Плюс, безусловно, медикаментозная поддержка. Потому что как ты человеку не внушаешь, что у тебя хорошее настроение, хорошее настроение. Сиротонин у него от этого не выработается. Необходимы, естественно, медикаменты. Антидепрессанты. Необходимо грамотное их назначение. Потому что это ведь не аскорбинка, нельзя ее принимать, когда тебе хочется. И это не таблетка для радости, что человек выпил, и все у него прям замечательно в жизни. Так не бывает. Нет, ну такие таблетки есть, но они запрещены законом просто. Помимо антидепрессантов применяют еще транквилизаторы. Применяют такие препараты, как нейролептики. Если это тяжелые психотические депрессии с какими-то антивитальными мыслями, с суицидальными попытками, тогда, конечно, более тяжелые препараты тоже принимают. Помимо всего этого, есть еще и классические методы лечения, которые сейчас снова становятся достаточно популярными. Это не медикаментозное лечение, но лечение голодом, например. У нас были пациенты, которые голодали по 21 день. И после этого у них действительно состояние просто на глазах улучшалось, без лекарств. Есть такой метод лечения, как электросудорожная терапия. Но люди ее немного обаиваются, хотя это один из самых безопасных методов лечения. У него практически нет побочных эффектов. И третий метод биологический, еще тоже замечательный, очень эффективный. Инсулино-коматозная терапия тоже очень эффективный метод. Есть методы терапии солнечным светом, электрофорез проводят, проводят пакубные массажи. Начиная от герудотерапии, заканчивая, я не знаю, инсулино-коматозной терапией, все можно применять в принципе. Но все очень индивидуально, естественно, только с помощью специалистов это все делается. Вот по поводу немедикаментозного лечения. У нас очень распространенное заболевание, которое называется Божья болезнь. И лечит, как раз таки, пытается не использовать медицинские препараты, а с помощью каких-то других, может быть, народных средств. Что психиатры говорят о данном заболевании? Психиатры говорят, кому как повезет. То есть болезнь, я говорила уже об этом, имеет свою тенденцию рано или поздно заканчиваться. Народные методы лечения, это как раз таки тот момент, когда болезнь закончилась, и это совпало с проведением каких-то народных терапевтических ритуалов. Я называю это бубнотерапия. Это не научный подход. И, честно говоря, если человек не очень везучий, ему наоборот только это может нанести вред. Потому что, опять же, болезнь затягивается, и вот эти эзотерические подходы к лечению болезни, это всегда не очень хорошо. А я знаю случаи, когда все это заканчивалось летально. Да. Лечили народными средствами, и в один момент, просто утром человек не проснулся, он умер. К сожалению, я не берусь на себя править ответственность осуждать этих людей, но все-таки не имея. Потому что, знаете, эти люди пользуются малообразованностью народа. В основном-то этими методами пользуются кто? Сельские жители, те, у которых нет возможности обратиться к специалистам и так далее. И мне кажется, надо иметь очень крепкую совесть, чтобы пользоваться такими методами. Знаете, это помогает в тех случаях, когда это все-таки психологическая проблема, не совсем биологическая. Если это психологические проблемы, то да, внушение, вот эти все обряды, то наоборот, человека смогут убедить, что все, вот мне хорошо, мне уже лучше, да, вот действительно. И все это состояние, правда, улучшается. Но когда проблема серьезная, проблема медицинская, этим не поможет, этим только можно ухудшить состояние. Кванца Давидовна, вот такой вопрос. Наши граждане любят самостоятельно покупать в аптеках различные депрессанты, транквилизаторы и принимать их. Насколько это верно и как правильно нужно поступать? Категорически ни в коем случае нельзя принимать антидепрессанты без назначения врача. Потому что это психотропные препараты. Это препараты, которые действуют на центральную нервную систему, непосредственно на головной мозг. Они могут вызвать очень неприятные побочные эффекты, если неграмотно их назначать. Еще, знаете, очень часто задают вопросы, а не будет ли у меня зависимости от антидепрессантов, а вдруг я привыкну, а вдруг я без них жить не смогу и так далее. Тоже под наблюдением врача, если проходит терапия, то никакой зависимости, это же не наркотик. Зависимость только от наркотических веществ бывает, а от антидепрессантов нет. Это терапевтические препараты, которые, если грамотно назначать, никогда в жизни никакого вреда не могут нанести человеку. Вот если человек почувствовал, что что-то неладное в его голове, куда он должен позвонить? Может, ему неудобно сразу прийти куда-то в больницу. А вот есть какие-то телефоны, куда человек может позвонить? Телефоны доверия вы имеете в виду, наверное? Возможно так назвать? Не знаю, по крайней мере, в том медицинском учреждении, где вы работаете. Как с вами связываются? Ну, знаете, что, честно говоря, у нас даже такой идей не было. Вот вы сейчас как раз хорошую идею подкинули по поводу телефона доверия. Может быть, стоило бы над этим задуматься и действительно это как-то притворить в жизнь. Но на сегодняшний день, вот как таковых нет в Абхазии. Сами к вам приходят пациенты, друзья, родственники, знакомые находят, да? Чаще всего, да, сарафанное радио как-то вот так вот друг другу передают. Либо сами приходят, либо их чаще всего приводят родственники, конечно. Лечится пациент амбулаторно, правильно понимаю? Или некоторые из них госпитализируются все-таки в стационарах? Амбулаторно. Ну, госпитализируются, безусловно. Это в зависимости от тяжести состояния. Я не очень люблю амбулаторно назначать лечение, потому что, опять же, человек, когда он находится в больнице, это ежедневное общение с врачом. Это тоже часть лечения, это тоже психотерапия. Каждый день беседы, подбор препаратов, уменьшить дозу, увеличить дозу. Если, не дай бог, побочные эффекты, убрать лишний препарат. Если не очень такой удовлетворительный эффект, добавить дозу и так далее. Это все должно происходить под наблюдением врача непосредственно в стационаре. А через какое-то количество времени, когда удается добиться стабильного состояния, уже пациент идет домой и дома продолжает свое лечение. Кстати, вышеперечисленные методы лечения у нас все доступны? Большинство из них – да. Но есть кое-какие технические сложности. Но в планах строят ведь новое здание. И я думаю, что где-то до конца этого года в любом случае они должны быть доступны. Все это будет применяться у нас в Абхазии. У вас такая специальность, что нет грани или времени, когда надо работать, когда можете отдыхать. Получается, да, вы все время должны быть на звонке. Ваши пациенты в любое время могут вам позвонить, в любое время, когда нужна будет помощь. Это очень сложная профессия, конечно. Но насколько это важно? Доверие вашей профессии пациентам? Это основополагающее. И как вам приходится это завоевывать? Ну, не знаю. Честно говоря, этому нельзя научиться, правда. Это не вычитаешь ни в одном учебнике, ни в одной книжке, ни на одной лекции. Это тебе не расскажут. Есть просто определенный момент, когда даже какой-то жест, какая-то шутка, взгляд, просто человеческое отношение, когда человек чувствует, что ему небезразлично, что тебе небезразлично то, что он переживает. Это очень важно. Когда идет формальный подход к делу, то, конечно, пациенту не хочется свои глубинные переживания вытаскивать на всеобщее обозрение. Ведь есть такие вещи, в которых люди не то что кому-то себе не признаются. И поэтому очень важно вот этот момент, чтобы доверять друг другу. Как пациент доверяет врачу, так и врач должен доверять пациенту. Потому что лечение, которое ты назначаешь, должно выполняться строго и очень четко. Когда тебе пациент обманывает или пользуется твоим доверием, это уже никогда не приведет к положительному результату. А как вот вы, вот такая юная еще, знаете о самом сокровенном вам рассказывают? Вы заходите в какие-то такие тайные уголки, может быть, разума человека. Вам же надо дальше жить, у вас друзья. Как от этого вы потом освобождаетесь? А почему это мне должно мешать в жизни? Скажем, судьба другого человека. Вы об этом знаете. Вы знаете, что, вот как негативными впечатлениями приходит безусловное положительное. Конечно, есть ситуации, когда заглянешь, вот посмотришь на судьбу человека, и ты понимаешь, ну господи, как все же несправедливо в этой жизни. А есть другие ситуации, когда тебя просто поражает человеческая доброта и расположение. Например, у нас была очень интересная пациентка, которая, вот она долгое время лежала на кровати, она не вставала, не разговаривала. После лечения она заговорила, и мы ее спрашивали, а почему ты лежала, почему не вставала? Ей казалось, она видела маленьких человечков, которые ходили по земле, а голос ей внутренний приказывал ходить и топтать их. Но она внутри себя настолько добрый человек, что она даже с кровати не вставала, чтобы, не дай бог, их не раздавить. Несмотря на то, что ей приказывали встать и вот этих вот человечков как бы уничтожить, она этого не делала. То есть удивляет человеческое, вот как она сопротивлялась этой болезни внутри себя на самом деле. Нашим зрителям, может, вы хотели бы обратиться как специалист к гражданам по каким-то вопросам, чтобы они обращались и консультировались чаще? Я бы хотела сказать, наверное, не запускать себя, не запускать свое настроение, не считать, что вот я смогу силой воли преодолеть это. Все-таки, понимаете, это как беременность. Со временем ее становится только заметнее, так и наша болезнь. Со временем эта становится только заметнее, еще больше мешает в жизни. Поэтому как можно раньше обратить внимание на свое состояние, на состояние своих близких, быть небезразличными, как к себе, так и к окружающим, это очень важно. Тогда и помощь приходит вовремя. И ходить именно к специалистам, которые специализируются в этой области, потому что ничего в этом, которые за это несут ответственность, безусловно. Еще, пользуясь случаем, хочу попросить молодые специалисты, может, кто-нибудь задумается. Все-таки это очень интересная профессия, очень сложная во многом, но с огромной эмоциональной отдачей. А у нас мало специалистов, к сожалению, на сегодняшний день, поэтому хотелось бы, может быть, кто-то соблазниться. Дай Бог. Ну, ребят, теперь уже вот ваше время подключаться к нашему разговору. Но прежде чем вы зададите вопрос к психиатру, я хотела бы спросить у вас, вот что может послужить причиной молодого человека, чтобы вот так добровольно отказаться от жизни, пойти на такой жуткий шаг, как самоубийство. Как вы думаете? Ну, я думаю, потому что все-таки это непонимание в семье, когда человека не выслушивают его и не понимают, потому что понимание – это самое главное. Как доктор сказал, надо всегда выслушать человека, понять его, помочь ему. Поддержать. Да, поддержать человека надо в любом случае, чтобы он как бы не опустился и не дошел до такого состояния. Спасибо. У вас есть вопросы? Джин Джоли Оксанов, факультет Сестринского дела. Меня интересует, депрессия может индуцироваться, как паранойя? Что вы имеете в виду, передавка кому-то, да? Да, безусловно, ну, в какой-то степени, потому что, когда в семье есть человек в таком настолько подавленном состоянии, в постоянно плохом состоянии, это ведь не посторонний для тебя человек, это близкий, и тебя беспокоит его состояние. Нельзя сказать, что ты тоже заболеешь депрессией, там, сиротонин из организма исчезнет, и вообще все перестанет радовать. Нет, это не так. Но все-таки, так или иначе, это влияет на самочувствие, это влияет на настроение, это влияет на энергетический потенциал, в конце концов, безусловно. Чопа Саделина, Акушерское дело. Есть ли способы, по которым можно отличить плохое настроение от депрессии? Вообще в психиатрии я не верю в самодиагностику. То есть, чтобы человек сел и понял так, у меня, интересно, у меня панкреатит или у меня аппендицит. Он же не может это сам себе определить. Точно так же и здесь. То есть, если плохое настроение длится чересчур долго, если оно мешает жить, если оно мешает общаться, работать, общаться с детьми, членами семьи, нормально функционировать, то уже стоит задуматься. Нужно уже обратиться к врачу, и пусть специалист разбирается в этом деле. Потому что, когда есть какая-то ситуация, которая уже все социально человека дезадаптирует, то вряд ли он справится самостоятельно. Тут уже все-таки специалист должен отграничить, это нормальное состояние или патологичное. Веку Россида фельдшерское дело. Могут ли какие-либо заболевания спровоцировать появление депрессии? Могут. Очень часто, кстати, это инсульты. Особенно, если инсульт произошел в левом полушарии головного мозга. Там есть определенные центры, которые влияют как раз-таки на это состояние. Но в любом случае долгая, тяжелая, соматическая болезнь, любая другая, она так или иначе влияет. У человека не может быть хорошего настроения, если он себя плохо чувствует физически. Правильно? А какие методы лечения предпочтительнее? Лекарственная терапия, психотерапия или их комбинация? Это все очень индивидуально. Но лучше, конечно, комбинация всегда. Потому что медикаментозно мы подкрепляем нервную систему, а словом мы уже лечим душу. Ну, до человека не дойдет положительная информация, если лекарством ему немножечко не подкрепить. То есть это все нужно вкупе делать. Ахалая Диана, Акушерский факультет. Какие могут быть последствия, если пациент превысит дозу антидепрессанта? Совершенно разные, честно говоря. Ну, летальных исходов я, по крайней мере, не слышала о таком. Было, правда, один случай, человека в состояние комы привезли, потому что он перепил, правда, антидепрессанты. Но что прямо смерть наступила, такого не было. Хотя всякое бывает. А среди ваших работников часто подвержены депрессии? То есть психиатры сами подвержены депрессии? Знаете, я сейчас пытаюсь вспомнить хотя бы один пример. Наверное, нет. Я следи моих... У вас иммунитет? Не потому что иммунитет. Мы как-то понимаем, что можем разграничить второстепенное, главное, понимаем, что есть какие-то вещи, из-за которых переживать не стоит. Потому что большие проблемы мы решить все равно не сможем, а маленькие решатся сами собой. Так что, в принципе, ни за что не стоит переживать. Сам Соня Лана, Акшерское дело, это как избавиться от депрессии самостоятельно? Депрессия – это болезнь, как и любая другая болезнь. Ну, это болезнь мозга. Раз мозг болеет, точно так же, как и любой другой орган, ему нужна помощь специалиста. Если это сниженный фон настроения, и как-то мало что в жизни радует, то, я думаю, здесь нужно обратиться к психологу все-таки. Было бы неплохо. Ну, в нашем обществе психологи – это лучше подружки. Как антидепрессанты влияют на сердечно-сосудистую систему? Кстати, хороший вопрос, на самом деле. Если передозировать все-таки антидепрессант, то может возникнуть нарушение сердечно-сосудистой деятельности. В частности, нарушение ритма сердца. Поэтому пожилым людям антидепрессанты подбирают очень осторожно, нужно подбирать аккуратно. Но современные антидепрессанты последнего поколения, у них меньше таких побочных эффектов. Но и терапевтический эффект у них слабее. Поэтому здесь как бы такой баланс тоже нужно соблюсти. А, ШПС, Макушерское дело. У беременных женщин очень часто бывает депрессия. Скажите, пожалуйста, это не повлияет на плод? На плод. Замечательный вопрос. Я когда работала в Ростове, у нас прям отдельная кафедра была. Мы занимались действительно послеродовыми психозами, беременностями, которые проходят в состоянии депрессии и так далее. На плод конкретно это может не повлиять, но это очень влияет на самочувствие мамы, скажем так. Были пациентки вплоть до таких панических атак, что вот они бежали к гинекологам, чтобы сделать аборт и так далее. Вот очень тяжелое состояние были. Но с помощью препаратов можно держать настроение в норме. И здесь соотношение риск-польза, конечно, в пользу приема препаратов. А можно ли применять препараты во время беременности? Соотношение риск-польза в сторону пользы для мамы и для ребенка. Чем переносить тяжелую депрессию в состоянии беременности, то лучше уже несколько дней попить препараты, чтобы состояние нормализовать. И, наверное, раз уже все вопросы прозвучали, мы будем завершать передачу. И, прежде чем поблагодарить за очень интересную беседу. На самом деле, Гванца, большое вам спасибо. Вам спасибо. Я вот хотела бы у коллеги своего спросить. Все-таки опять телезрителям сказать, чтобы дело не дошло, может быть, до депрессии, чтобы близкие, родные были все-таки на чеку. Что можешь ты им сказать? Ну, опять же, подведу итог. Скорее всего, нельзя игнорировать режимом труда и отдыха. Нельзя пренебрекать тех призывов избавиться от вредных привычек. Это алкоголизм, наркомания. Очень внимательно относиться к своим родным и близким и выслушивать их. Я просто еще добавлю, что очень хорошо в этом случае общаться с приятными вам людьми, иметь любимое занятие, чтобы получать побольше положительных эмоций, заниматься спортом, ходить на прогулки. Это может быть небольшая доля, но это доля нашей ответственности с вами. Поэтому кое-что в этом вопросе не доводит себя до депрессии. Кое-что в этом вопросе мы тоже решать можем. Поэтому любите себя. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok